В Тверской области продолжается рейтинговое голосование за объекты, которые могут быть благоустроены в 2025 году. На голосование представлено 62 территории в 22 муниципалитетах. В Твери заявлено больше всего проектов в регионе. Жителям города представлено на выбор 9 мест. Наша съемочная группа побывала на одной из территорий участниц на Молодежном бульваре. Александра живет в юности. Часто гуляет с маленькой дочкой мимо Молодежного бульвара и мечтает, чтобы заброшенную территорию возле храма Ксении Петербургской привели в порядок. Хотелось бы для детей чего-то, чтобы побольше было разнообразия какого-то. Хочется, чтобы все расцветало вокруг. И детям, чтобы было приятно играть. Есть место, но... В этом году эта территория участвует в голосовании за объекты, которые могут быть благоустроены в 2025 году. Здесь предлагается создать зону для отдыха и прогулок с организацией дорожек, площадок, установкой скамеек, урн и фонарей. Инициативу граждан поддержали депутат Тверской городской думы, среди которых Сергей Козлов. Здесь какое-то болото заросшее. И школа рядом, дети ходят. Поэтому для нас очень актуально, я как депутат по округу, сделать именно вот этот участок, чтобы и между церковью, и торговым центром был действительно хороший сквер, парк, где могли люди отдохнуть, посидеть, погулять. Сотки местных жителей уже отдали свои голоса. Аня и Юля учатся в седьмой школе. Девочки-волонтёры. Они помогают всем желающим проголосовать, тем самым поддержать этот проект. Я прохожу именно здесь. И я каждый день вижу это место. И грустно осознавать, что здесь болото. Хорошо бы видеть здесь парк. Это происходит в приложении. Шаги действия просты. Мы спрашиваем номер телефона. Человек приходит, соответственно, смс-ка, называет цифры, и мы голосуем. Голосование продлится до 30 апреля. На объекты победителя выделят средства по федеральной программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жильё и городская среда». Поэтому у Тверичан есть ещё несколько дней, чтобы поддержать проекты, которые, по их мнению, важно благоустроить в следующем году.